французские политики вновь в своем амплуа проявление неуважения к территориальной целостности азербайджана похоже становится трендом в общественно-политической жизни этой страны не успела азербайджанская общественность забыть о возмутительной односторонней позиции официального парижа в ходе 44-дневной войны и заявлений президента макрона как кандидат на его место валерий пекрис успела всем об этом напомнить что именно франция всегда была есть и будет рядом с армянами и против азербайджана никакие принципы справедливости международного права суверенитета территориальной целостности и нерушимости государственных границ не заставят хозяев елисейского дворца изменить свою позицию валерий пекрис являясь кандидатом в президенты франции нарушив все международные принципы проявив неуважение к территориальной целостности азербайджана посетила ханкенди то что этот шаг является популистским и рассчитан на голоса армянской диаспоры во франции не вызывает сомнения даже если госпожа валерии заручившись поддержкой армянского лобби сможет победить на выборах то она как политик уже показала свою низкопробность в азербайджане существует практика внесения в список нежелательных лиц всех людей которые посещали оккупированные территории иными словами иностранные граждане посещающие территории азербайджана без разрешения официального баку попадают в черный список а теперь вообразим что валерий пекрис выиграла выборы во франции можно ли представить главу государства входящего в список нежелательных персон в другой стране и не просто в какой-нибудь стране не играющий особой роли на международной арене а в государстве которой с в его состав входит и франция считает одним из гарантов своей энергетической безопасности как же она будет выстраивать отношения с азербайджаном ведь уже сейчас пекрис продемонстрировала свою позицию основывающуюся на поддержке сепаратистов с другой стороны в азербайджане уже перестали удивляться таким выходкам французских политиков так как всем давно понятно что они постоянно используют армян в качестве разменной монеты своей внешней политики именно этим принципом руководствовался макрон который во время 44 дневной войны занял однозначную проармянскую позицию ему были нужны не армяне а противодействовать турции поэтому справедливую войну азербайджана по освобождению своих территорий макрон использовал как площадку против турции ибо баку и анкара никогда не скрывали свои дружеские даже братские отношения а как только закончилась война макрон как лично так и посредством своих эмиссаров начал стучаться во все двери налаживая отношения с азербайджаном и как только это произошло все опять вспомнили старый принцип согласно которому интересы армян это разменная карта для больших государств а в первую очередь франции как ни странно опять придется коснуться темы и многоликого премьер-министра армении пашиняна никол ваваевич неоднократно публично демонстрировал свою дружбу с макроном все помнят их совместные семейные селфи и вот многоликий никол создает возможность для конкурента макрона посетить не только армению но и ханкенды куда даже сам пашинян после войны опасается ездить и как же после этого пашиняна можно назвать если не предателем во всем этом отдельной темой является деятельность российских миротворцев временно размещенных на территории азербайджана прекрасно зная позицию официального баку они в очередной раз нанесли урон своему имиджу валерий пекрис приехала и уехала армяне на миг ощутили себя счастливыми но это все проходящее однако подобные шаги негативно отразятся на отношениях азербайджана и франции и и и и и и